Жители микрорайона Купеленко бьют тревогу. Они намерены не допустить уничтожения одноименной реки вблизи их домов. Регулярно инициативные жители инспектируют территорию и выявляют нарушения. На днях на месте событий с общественниками встретился первый заместитель руководителя администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Сегодня набережная реки Купеленко благоустроенная зона отдыха. Обидно, что все это великолепие омрачает неухоженный водоем. Люди помнят, как купались, ловили рыбу. И сейчас, когда в микрорайоне Купеленко и Завидное достаточно уже хорошо разобрались с очистными сооружениями, сделали благоустройство, провели несколько мероприятий, связанных с посадкой деревьев совместными жителями, теперь наступил вопрос, чтобы разобраться с данным водным объектом. Водные объекты у нас являются собственностью Российской Федерации. И для того, чтобы здесь привести и навести порядок, требуются значительные финансовые средства. Участники встречи обсудили пути решения проблемы, чтобы подготовить дорожную карту. К обсуждениям подключился эксперт с большим опытом очистки водоемов по всей стране. Он будет консультировать инициативную группу. Дорожная карта – первый шаг на пути к государственной программе по выделению средств на данные работы. Альберт Гравин отметил, общественный резонанс поможет привлечь финансирование из федерального и областного бюджетов. Мы не теряем надежду, что мы все-таки войдем в госпрограмму по реабилитации малых рек в Московской области. Но мы понимаем, что это дело очень долгосрочное. И сегодня мы провели встречу с специализированной организацией, чтобы хотя бы понять порядок цифр, насколько все это дорого и насколько это непосильно, допустим, инвесторам. Может быть, это кому-то будет действительно посильно, и мы попросим помощи извне. Заявку на вхождение в федеральную программу будут рассматривать лишь после 2022 года. Тем временем местные власти намерены держать руку на пульсе и своими силами поддерживать состояние реки Купеленки.